Илья Пономарёв, создатель телеканала «Утро февраля», бывший депутат Госдумы, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну вот вместе с вами мы посмотрели сюжет. В России на так называемых мартовских выборах в бюллетене будут четыре согласованные фамилии и ни одного независимого кандидата. Скажите, ожидаемо, что всё будет именно так? Ну, безусловно, ожидаемо. И смотрел ваш сюжет, и даже, я бы сказал, немножко недоумевало, какая, в общем, позиция корреспондента. Вы обратите внимание, какие жесты у некоторых представителей так называемой оппозиции. Вот говорил там Жданов, по-моему, его зовут от ФБК. Но он же просто даже визуально копирует Дмитрия Киселёва с РТР. Вся эта игра с выборами – это чистой воды кремлёвская игра. Нельзя играть в чужие игры. Это, очевидно, ведёт к поражению. И в данном случае аргумент относительно явки, что всё равно, дескать, нарисуют, конечно, всё равно нарисуют. Поэтому какой смысл в этом принимать участие? Единственное, что нужно Кремлю, это создать иллюзию борьбы. Сказать, что кто-то там что-то хотел сделать. И в очередной раз ничего не получилось, потому что, дескать, этой оппозиции слишком мало. Ну так вот, сейчас Ходорковский, Кац, Навальный. Вся вот эта банда, она просто помогает именно Кремлю выполнить его задачу. Создать эту самую иллюзию борьбы. Единственная правильная стратегия на этих выборах – это никуда не ходить. Прекрасный момент, ползень 17-го числа. Можно делать всё, что угодно, но только не на избирательных участках. Те же самые люди могут не менее безопасно агитировать своих родных, соседей, не приходить на эти самые избирательные участки. Могут даже прогуляться до избирательных участков и постоять там с плакатиками о том, что не ходите, не участвуйте в жульнической процедуре. Ну, а, конечно, наши военные подразделения будут... За вас всё равно кто-то проголосует, и ваш бюллетень забросят с галочкой против нужной фамилии. Скажите, у вас есть сомнения о том, что они объявят о победе Путина? Нет, ну тут, конечно, нет. Так, ну а какая разница? Ну, просто вот реально, какая разница? Именно что? Они проголосуют как угодно, напишут, что хотят. И то, что в одном случае вы им поможете, а в другом случае вы им помогать не будете. В одном случае вы будете соучастником преступления, а в другом случае вы попробуете хоть что-то сделать, чтобы этому преступлению помешать. Ведь в данном случае единственный вопрос этих выборов это то, как будет реагировать весь остальной мир на Путина после этого. Будет ли он продолжать называть Путина президентом или не будет? Вот, соответственно, если оппозиция в этом участвует, она помогает миру признавать Путина президентом. Ну да, оппозиция слаба, она ничего не может, и вот поэтому Путина, значит, законно избрали. Если же мы говорим о том, что никто никуда не ходил, вот там Содорковский же правильный аргумент говорит, вот как выглядели очереди, когда есть настоящая поддержка вот за Надеждину. А вот очередей за Путина или за других кандидатов никто никогда не видел. Вот он правильно говорит, только он теперь предлагает создать очереди на голосованиях за Путина 17-го числа. И вот теперь весь мир увидит эти очереди. А доказать о том, за что эти были очереди, за Путина или против Путина, он будет в полиции делать. Путин, естественно, скажет, это очереди, которые были за меня. Ну и иди доказывай. Да, картинка будет. Скажите, а вот что касается Надеждина, да, такой вопрос, ему отказали в регистрации кандидатом в президенты. Как вы полагаете, у него был, ну хотя бы какой-то призрачный шанс вот эту регистрацию получить? И зачем вообще в Кремле тогда вот позволили собирать эти подписи? Что это была за игра такая? Ну, Надеждина была ситуация Цукцванга. Если бы вокруг него не возникала общественная мобилизация, тогда у него шанс был. Но если вокруг него не возникала общественная мобилизация, он не мог собрать подписи. Он собрал подписи только потому, что была общественная мобилизация. Но как только Кремль будет видеть общественную мобилизацию, естественно, он откажется от любых рисков в ходе этой избирательной кампании. Мало ли там, что будет в Эншпиле, зачем им это надо? То есть это же рюшечка, бантик на картине этих так называемых выборов, да, участие вот такого вот как бы независимого, несистемного кандидата. Поэтому нет, риск они решили не брать. Это было с самого начала понятно, что как только Надеждина поддержит Ходорковский и Навальный, как на этом его карьера кандидата сразу заканчивается. Член партии «Новые люди» Владислав Дованков опередил своих соперников от КПРФ и ЛДПР Харитонова и Слуцкого в рейтинге кандидатов в президенты России. О готовности голосовать за него заявили 5% граждан среди опрошенных. Это все данные в ЦИОМ. Да, ну мы понимаем, как проводятся соцопросы в России, тем более накануне голосования. Но все же, вот чем обусловлен такой рейтинг и что вы можете сказать об этом кандидате? Я посмотрела, он под всеми санкциями и США, и Евросоюза, и Канады. Но сейчас он говорит, что он готов предложить Надеждину, например, сотрудничество. Его рейтинг обеспечивается единственным фактором, что его никто не знает. И поэтому он наименее отвратителен из всех. Хотя на самом деле, как вы совершенно справедливо сказали, он ровно такой же. Он за все это проголосовал, попал под все те же самые санкции, выполняет точно такую же функцию, как любой другой кандидат Государственной Думы. Но в силу того, что он там на эту тему как-то громко не высказывался, вот уже начинается российская оппозиция прощупывать почву, что вот если не Надеждин, то теперь давайте этот вот Дованков или Дованков, я даже не знаю, как его фамилия, это правильно говорить. Понятно, от какого слова произносится. То есть отдавал кино, то есть не знаю, как правильно ставить ударение. Но это как раз говорит о том, что это абсолютно беспринципная история для всех тех, кто хочет участвовать в этих вот так называемых выборах. Им все равно кто? Это политиканство. Нельзя таким образом делать политику. Это то, чем сопротивление должно отличаться от Путина. Это Путин махинатор, манипулятор, для которого не существует морали, не существует принципов, не существует идей. Единственный способ, каким образом оппозиция может его победить, это демонстрируя эти взгляды и убеждения, демонстрируя то, ради чего мы всем этим занимаемся. А участвовать в игре наперстки, да еще самим ставить дополнительный наперсток для манипуляции. Ну это просто, ребята, это какой-то позор. Илья, ну вот я ухвачусь за вашу фразу, да, делайте что хотите, но не ходите на выборы. Ну вот, а как вы смотрите вот на... На избирательный участок. Я тут почему? На избирательный участок. Потому что использовать выборы как процесс нормально. На избирательный участок нельзя ходить. А вот как вы смотрите на тот момент, если вот в этот день устроить, ну, некую показательную акцию, тем более там поводов достаточно, да, про избирательную мобилизацию там по национальному признаку, или тот же продолжение акции «Путь домой», или про дырявое ЖКХ, или, ну, те же цены на яйца, на продукты питания, чтобы устроить в этот день людям, которые уже, в принципе, привыкли к таким акциям, к воззваниям царю, мол, помогите, вот смотрите, что происходит. Ну, Эль, вы, в принципе, абсолютно правы, да. И у нас с людьми, которые вооруженные и на фронте, с легионом свободы России и так далее, есть самые разные мысли относительно того же самого полдня 17-го числа. Поэтому что-то точно произойдет, это я вам обещаю, да, то есть вот такое, значит, асимметрично. Что касается, значит, акций внутри России, просто обратите внимание, вот эти сборы подписи за Надеждина, это там, почитай, 200 тысяч человек взяли и добровольно раскрыли себя полиции, политическому сыску ФСБ и так далее, причем сделали все в максимально удобной для них форме, да, там, фамилии, имя, отчество, паспортные данные, место проживания и подпись, да, то, что я действительно оппозиционер. И чем это закончится? Тем, что они как раз уже ни в чем такому участвовать не могут, потому что их даже не надо будет после этого искать, да, они сами про себя сказали, что вот они, мы здесь. И в этом смысле любая мирная акция в России с политическим подтекстом, она опасна именно этим. То есть я считаю, что участвовать в мирных акциях протеста сейчас более опасно, чем участвовать в партизанской борьбе, потому что в партизанской борьбе и в мирных акциях наказание сейчас с точки зрения российского, так называемого, уголовного права одинаковое, но шансов, что тебя найдут, когда ты делаешь партизанскую акцию, меньше, потому что ты к этому готовишься, ты прячешься и так далее. Поэтому более разумно заниматься вещами силовыми, а не насильственными. Но, конечно, мы надеемся, что те люди, которые там не хотят выходить в чисто политическую плоскость, вот как вы сказали, там, значит, жены мобилизованных, да, для них это хороший способ напомнить про себя, там, какой-то ЖКХ и все прочее. А мы на своем фронте будем делать то, что мы будем делать именно с оружием. Илья, и несколько других вопросов хотели с вами обсудить. Вот на НТВ сняли документальный фильм о Ксении Собчак, называется он «Собчак на личность», и Ксения сообщила, что теперь будет судиться с этим телеканалом, она подает иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство материалов из Ютуба и соцсетей. Как вы полагаете, почему вдруг, именно сейчас решили запускать этот фильм, да, что это такие за разборки, это все отзвуки вот этой голой вечеринки, или это что-то другое? Ну, вот вы знаете, когда некоторые представители российской оппозиции, скажем, Михаил Ходорговский, не могут определиться, они с умными или они с красивыми, Аксения Анатольевна Собчак не может определиться с отвратительными или гадкими, и вот шатается все время между разными подобными группами в Кремле. Ну, по-видимому, кому-то это надоело, и хотят заставить ее определиться. Все-таки с кем она, чтобы окончательно поставить ее на открытую службу режиму, вот ее соответствующие силы дарят. А может быть, просто решили заработать на НТВ, журналисты и Собчак. Настолько непопулярная фигура в российском обществе, с настолько высочайшим уровнем антирейтинга, но с высоким уровнем при этом известности, что, конечно, любая гадость, про нее сказанная в эфире центрального телевидения, соберет большое количество просмотров. Поэтому вполне возможно, что там и чисто коммерческая мотивация. Но все-таки думаю, что без политики здесь не обошлось. Вот раздражение вот этим вот ее, как бы мы и с нами, и с вами, это оно очень большое. Муж ее, Константин Богомолов, там недавно лил крокодиловые слезы по Белгороду и осуждал атаки, которые ведут и российские подразделения, и украинская армия сама, Ксения Собчак, делала с Максимом Кассом передачи против российских партизан. Поэтому у нее вот такая вот, значит, эта позиция, то есть она вроде как объективно помогает Кремлю, но очень стесняется про это сказать. И буквально еще один вопрос успеваем обсудить. На этих выходных в подмосковных Химках прошел забег, назывался он «Лыжня России». И вот перед его стартом всех участников выстроили буквой «З» символом российского вторжения в Украину. Нужно сказать, что все получилось, никто особо не сопротивлялся. Вот видим, да, какое фото. В забеге был отдельный... Так, это не то фото. Вот, вот то фото. В забеге был отдельный конкурс на лучший костюм, и его получила женщина-чебурашка, да? Что бы вы сказали вот по поводу всего этого действия? И вот многие в России говорят, что спорт вне политики. Ну, а вот видим сейчас на фото, что по итогу получается. Ну, было бы логично им встать там кругом, нулем, дыркой от публика. Это хотя бы более соответствовало тому результату, который от всего этого происходит. Понятно, что режим хочет всех повязать. Вот это вот символическое действие, как вы правильно сказали вам, большинство людей, которые пришло на все это, им все это «З», «В» и все прочее, они застали туда. Да-да, но я не говорю, они по жизни стремятся держаться этот долг подальше, а тут вот их поставили. Там гражданское мужество сказать, я туда не встану, его требуется достаточно много. А после того, как ты встал, тоже помню, что ты в этом участвовал, да? И возникает вот такая вот круговая, точнее, «З» обратная порука. Спасибо огромное, спасибо за ваши комментарии и пояснения, за эту интересную и содержательную беседу. И всегда рады видеть вас в эфире «Фридома». А я напомню, что Илья Пономарев, создатель телеканала «Утро февраля», бывший депутат Госдумы, был в нашем эфире. Спасибо. Спасибо большое.